Действительно ли советские граждане меняли свои машины и квартиры на видеомагнитофоны в эпоху дефицита и ограниченного доступа к зарубежным товарам в Советском Союзе? Бытовала практика обменов недвижимости и автомобилей на дефицитную бытовую технику, в том числе на видеомагнитофоны. Однако, как показывает анализ, подобные сделки носили ограниченный характер и не получили массового распространения. Во-первых, необходимо отметить, что в СССР подавляющее большинство квартир находилось в государственной или кооперативной собственности, а продажа таких жилищ была весьма затруднена. Лишь небольшая часть граждан имела квартиры в жилищно-строительных кооперативах, которые можно было продать, и даже среди владельцев кооперативного жилья далеко не все могли себе позволить совершать обмены на дефицитную технику. Во-вторых, стоимость качественных зарубежных видеомагнитофонов, таких как японские или американские модели, начиналась от 3000 рублей, что было сопоставимо с ценами на некоторые автомобили, но явно не соотносилось со стоимостью квартир. Исключением могли быть лишь самые дорогие и профессиональные видеомагнитофоны, но такие сделки носили единичный характер. В-третьих, советская промышленность также производила собственные модели видеомагнитофонов, такие как электроника ВМ-12, которые были качественными и доступными по цене. Хотя и они считались дефицитом, но их стоимость была существенно ниже зарубежных аналогов. Таким образом, можно сделать вывод, что практика обмена квартир и автомобилей на видеомагнитофоны в Советском Союзе действительно имела место, но носила ограниченный характер. Это касалось лишь небольшой части обеспеченных граждан, владевших жильем в ЖСК, и совершалось преимущественно в отношении дорогостоящей зарубежной техники. Характер этих сделок не был массовым и продолжительным во времени. Важно понимать, что в условиях дефицита и ограниченного доступа к импортным товарам, люди могли пытаться разными способами приобрести желаемые вещи. Но масштабы таких обменных операций не шли ни в какое сравнение с сегодняшними стандартами и практиками купли-продажи недвижимости и бытовой техники. Это было скорее исключением, чем правилом в экономике СССР.